так я еду я еду как вы думаете по какой стране что напоминает вам какую страну эти поля эти холмы тебя не по напомнила швейцарь а мне напомнила швейцарь здесь мы шли по этой дорожке да вот поэтому шли ну да ну бабушки сейчас увидишь я не жил я здесь можно я тебе объясню я здесь действие жила вот все время ходила здесь пешком магазин который там чуть дальше да а вот дальше будет река дубна я там купалась а дед щук ловил больших да в этой реке очень много помню как-то дождь шел такое только щук ловилось почему они ловились именно вот эта остановочка вот здесь мы часто садились и ехали она немножко дальше здесь хотя нет она тут и стояла раньше эти деревья не были такие да мы это вот так вот шла 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 от остановки и вот здесь подымалась на эту гору эту гору подымалась и шла туда к своему хутору вот по этой дорожке иногда мы шли со школы я могла там повернуть да с подругой она жила с той стороны другая деревня направо которая здесь направо сюда за рекой но иногда я ее провожала и получалось так что меня вообще круг обходила на на километра два лишних а вот сейчас смотри здесь будет моя земля начинается где-то тут вот в этом месте налево вот это все что ты видишь что ты смотри вот этот кусок вот это внизу вот это все вот по берегу вот если по берегу вдоль дороги вот это вот все вот это мой кусочек земли здесь вот вот это вот уже сейчас мы здесь остановимся немножко погуляем ну потому что ты что не видишь тут никто не живет баня так не относятся это не баня чтоб ты знала это как культурные объекты или да 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 тут какой-то музей был да сейчас по-моему здесь нету да он построен его тут не было это не дом нет там есть туалет кстати хороший ну не хороший но нормально ну это да это к этому дому нет это че-то че ну я не знаю там не живет никто там какой-то музей был какой-то был музей там здесь то уже сто лет никто не живет а в это баня че-то частная до чем твоя мама спала что она даже знает че да да вот видишь тут у них как ну вот они тут так сделали на прошлом году мы тоже сюда завершали цель как здорово да окупались мы там чуть дальше вот так вот да и какая красивая речка да очень это дубно конечно мы же я только что по мосту ее проехали да она дальше туда течет она она очень такая извилистая да нет почему запрудистая мы купались там еще была такая кладочка можно было перейти эту речку и на ту сторону там деревню ну карьер это частный он купил эту землю да и вот он здесь забывает себе что ему надо ну то мы приходили но здесь мы не купались потому что здесь к этому дому как бы территория принадлежала да а там дальше вот находили на купались ну меня как ребенку конечно здесь было глубоко и один раз даже захлебнулась как-то мне было не очень здесь рыба есть можно и угудить спокойненько очень хорошая водичка он я вижу плавают там карась не караськи окуньки кто-то кто-то из них вот красиво красивая река 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 моего детства смотри тут такой вьюнок у нас такого нет венка такой красивый венок сейчас посмотрим что тут находится ну сейчас наверно ничего здесь не находится сейчас у нас вообще нигде ничего нет да так скажем а вот видишь мастерская да керамика валда паулинья керамическая мастерская а тут по-русски даже мастерская керамика валдиса паулинша вот осмотрим мастерской приобретение сувениров вот он видишь вот что здесь понятно да я еще хочу заглянуть в окошко что там есть ну да там все запущено ну какие-то столы стоят в общем вывеска там да ничего такого там нету да была была она здесь и красиво так выглядело все это очень симпатично смотрелось дороги о смотри выехал с этой дороги до который владелец да но у него там очень красивый пруд и все но он забрал дату часть где бабушка жила тот где хутор полда поэтому мне выделили здесь этот кусок сейчас дойдем до туда покажу вот суши вот эти вот цветы да да это такая прелесть они вот только здесь растут еще где-то но у нас их точно нету вот это уже все ты идешь по моей земле вот такая она здесь вот эти растут как они еще называются лекарственные растения кошачьи лапки кошачьи лапки для желудка знаешь такие желтенькие сейчас если я найду я покажу тебе но пока не вижу вот они вот они нара вот они вот это кошачьи лапки как и 5 как и педы нес они вот для пищеварения кстати можешь набрать засушить ты же покупаешь их в аптеке не покупаешь для пищеварения вот тебя как раз нужно это а зря вот это очень полезная вещь чай желтый он кстати достаточно вкусный вот я бы набрал он что-то их тут мало здесь много очень земляники но она видишь уже все это земляника в этом году мы поздно приехали из-за этой жары поэтому земляники тут я уже нара посмотри сколько клевера здесь хочешь клевера ну ты же везешь клевер из деревни ты уже ведешь готовый да вот видишь лишь сколько клевера у меня здесь да очень много и тут много земляники но она все уже тут можно литрами собирать уж не набрать это хороший нара клевер да это просто посушить его и от чего пить от всего всего до границы этот столб тут это его тут это но понимаешь нет чтобы как бы ну потому что он забрался что мы поздно оформлять но там тоже ты это болото брать лучше здесь колодороги этот кусочек понимаешь здесь электричество есть видишь чем фишка видишь тут нужно дом строить вот так вот пойдем я вот шла вот здесь вот здесь была злая собака которая моя покусала еще раз скажу это на камеру я очень я очень ее испугалась бабка бегала брала шерсть и жгла на меня окуривала от этой собаки вот и вот здесь вот эта тропинка здесь было поле вышел на карьеру тут было поле вот такой вот вот такая гора ну горка была понимаешь а он это все вы выбрал себе вижу уже тут нет ничего карьер сделал да я на самом деле я вот так вот шла здесь было поле а тут постоянно что-то сеяли или не было не леса так много не было да было поле все было распахано советское время и здесь было распахано ничего этого не было кое-где вот этот лесочек был так вот здесь тоже почти ничего не было да да а сейчас понимаешь когда тут все наросло тут так красиво стало а тогда одни поля были это советское время был колхоз здесь да ну лес уже был в таком месте уже что-то строили смотри да уже не было да лес был в таком месте где уже совсем нельзя было распахать да где он уже явно густой был да а это все время была дорога да это как была такая дорога крутая ну а эти все тропинки нет сейчас покажу как немножко нет мы немножко в сторону идет мы по ней не ходили мы все время вот здесь вот наиска шли да но не было этого леса понимаешь не было его вот было поле здесь гора ну тут в основном вот видишь какая земля глина да тут в основном то и ничего не росло такого ну все равно сеяли тогда в колхозе все серии надо же было людей кормить да ну вот я помню вот что всегда было так жарко здесь ну тут карьер был я помню какой-то тут был кого-то весь был карьер тут что-то брали какую-то землю и сколько я помню вот здесь всегда вот такая вот как бы воздух такой ну не ветерка не ветерка и жарит жарит вот это вот латгайское лето здесь то есть она отличается от нашего рижского от юрнувского так вообще понятно что отличается крица это я не знаю на белорусском что ли они все равно называли только ну да колодец ну как колодец он был ну да как колодец я уже сама тут ничего не понимаю он посмотри куда вот там он косят вот там гора вот там это и есть отчасти скошена моя лишь как красиво а бабушка с девушкой вот здесь внизу жили ну то все заросло не было лет вообще не узнаешь жизни никогда я прошлом году пыталась тут еще хуже было не было скошено там все заросшие я пошла туда дошла нашла этот фундамент и вдруг кто-то как рванет с кустов ты представляешь там какой-то был зверь ну или косули или лось не знаю сэш мое состояние я одна в этих кустах на страшно было и жарко вот еще плюс ну вот он нарос мой лес видишь вот это все мне так кажется вообще на самом деле тут эти границы я так четко не знает она до весной когда тут ничего не замуж же смотреть эти границы и вот помню вот всегда здесь так жарко вот нигде так жаркой такой нет здесь было посеяно да ну хотела я тут везде тут все исхаживала вот видишь скошенная вот сюда вниз так значит смотрим вот это как они называли и она сам ну не было конечно это сколько лет прошло но были поля луга вот я здесь прошла дело и вот там в низине подожди а где эти сосенки и тут сосенки и там сосенки и там сосенки вот я уже на самом деле сама тут туго соображаю но здесь я дошла до фундамента вот там видишь видишь деревья там видимо эти тополя помнишь там все время тополя были вот да там внизу там эти вот там ничего не дорожки не тропинки все заросши так это что включаем мозги ну да в ноты я хотел бы на этом на эту гору сутки зайти вот туда мимо ну быстро на гору там моя он видишь елка такая на сам вот это мое еще то елка я и прошлом году не сходила и в этом году не сходил далеко не до дома тут нет смысла тут лезть по этой траве там болото то а тут по сухому вот здесь вот или здесь жди меня я бегаю быстро тут близко 5 минут и 5 обратно да но до елки не пойдем вот зайдем детей чтоб я видела им напомнишь вот там дом за этими деревьями на самой-самой горе на на дом на гору как-то было видно всегда да да всегда было видно да вот он как хорошо им да здесь были вот всегда такая низина было я помню все да тут всегда жарко ну покажу матери матери сама уже тут не знаю когда приедет посмотрят ничего еще когда помню на на лет десять назад мы приезжали тут еще более-менее было разобраться можно сейчас уже совсем не разберешься